Всем приветики! Я хотел бы вам показать лучшие, на мой взгляд, настройки для рендеринга через Суни-Вегас. Для начала вы в проекте выставляете наилучшая визуализация и отключаете Resample Mode. Далее в аудио выставляете наилучшее качество. И на этом все. Настройки проекта закончены. После того, как все отредактировали, идете в визуализировать как. Выбираете Magic KVC. Ваше разрешение у меня это HD 1080. У вас, может быть, это будет 4К. Далее в конце выбираете наилучшее, потому что по умолчанию стоит Good. Ничего здесь не меняете, здесь все по максимуму ставите в звуки. В видео профиль высокий, чтобы детализация была получше. И 60 FPS, потому что если у вас, как у меня, переменный FPS, и там больше 30, хотя бы на чуть-чуть, там 30.500, например, то лучше, чтобы было больше. Да и вообще, если куда-то загружать, какие-то соцсети, то тоже, чем больше FPS, тем выше качество перекодирования. Потому что каждая соцсеть пережимает, и чем больше FPS, тем как бы менее оно ужмет. Вот. Далее, битрейт. Это как раз-таки качество. Просит всякие соцсети, чтобы оно было переменным. Но лучше, чтобы оно оставалось постоянным. Потому что при переменном оно будет скакать выше-ниже. А при постоянном оно будет постоянным. Вот вам наглядный пример. Это у нас... Вот. Это у нас оригинал. А это отрендеренное с переменным. И вот если пощелкать на оригинал и на переменное, то видно, что от переменной, а от оригинал. И переменное как-то как подразмыто немножко. То есть если вот посмотреть на отражение дерева и на отражение вот этих палок, то видно, что в оригинале они четкие, а в переменном они размытые. Ну как, слегка подразмытые. А вот постоянный. И оно практически такое же, как в оригинале. То есть уже нет такого вот как здесь, что оно как подразмыто вот в отражении. Здесь в оригинале оно такое более-менее четкое, а не размыто. И здесь тоже более-менее четкое. А вот здесь оно как подразмыто. Поэтому как для себя я делаю вывод, что все-таки лучше постоянный, чем переменный. Конечно же, что все равно при постоянном что-то не так качественно выглядит, как в оригинале. Но это лучше, чем при переменном. Может быть, когда-то я разберусь, как через унивега сделать так, чтобы оно выглядело как в оригинале, то есть полностью. Но на данный момент вот так вот пришел к выводу, что лучшие настройки пока что такие вот. И этим я хотел с вами поделиться. Еще здесь надо, чтобы одна штучка стояла. Это насколько оно будет резаться. То есть для вас целая картинка, на самом деле, она хранится частями, если здесь больше одного. Поэтому вот, один тоже должно быть. Ну, а на этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok